Вот это нижние сэндвичи, да, у нас идут? Ну да, они как бы называются, ну, в простонародье их зовется ламинат. Вот опять же объясняю почему, потому что вот, две обкладки и сердцевина. Он же ламинат, он же сэндвич, короче. Да. А верхний это? Вот это самый. Это именно и есть мозаичный дамаск. А, мозаичный дамаск. Ага. Нет особо вот такого вот этого. Давай вот просто, вот опять же, клинок возьмем. Ага. И галтовка. То есть сначала пескоструится, потом растворится. Вот это у нас мозаичный дамаск. Это мозаичный дамаск непосредственно, да. То есть вот эти два. Один, как говорится, клинок готовится к изготовлению изделия. А это уже готовые изделия. А с точки зрения вот вообще эксплуатации реза, какой из них все-таки? Мозаичный дамаск лучше, да? Более резучий, да, такой? Эффект микропилы или у того-того тоже? Ну, это как бы эстетика. То есть еще плюс по всем и мало того, это дамаск с никелем, да? Так. В общем, это еще эстетичный вот за счет цветности. Ну, придание эстетики. А чтобы следить за тупица, так, если по работе? Просто интересно, с точки зрения ламината или вот мозаичный дамаск вот этот, который... Это вообще как бы тот же самый простой дамаск. Вот смотрите. Только еще с добавлением никеля. Вообще, вообще, в пакете как бы так же присутствует углерод, сталь, ХВГ, еще плюс никель. То есть это фактически такой же дамаск, только еще с добавлением никеля. Ну, единственное, усложненный, это процесс изготовления вдвое, вдвое усложненный. А никель, он дает какую-то более твердость, да? Нет, никель, наоборот, он твердости не дает, он остается мягким. Ага. Плассичность? Поэтому, да, твердость замерить как таковую на этом изделии проблематично. Ага. Потому что можно попасть либо в твердую часть, либо в никель. Ага. Поэтому, конкретно, вот, твердости, ну, сложно замерить. Вот, 4,5. Так, так, так. Гарантированно, что здесь рабочая твердость 57. 57. Да. Отлично. Отлично.